Отцы и дети Были пения, допустим, танец, который запускали в человеке, раскручивали, повышали уровень энергии. Игра. У нас и социальных генераторов, и социальных магнитов остался широко распространенным, только застолье осталось. Поляна, накрыть поляну, оно стало везде. Остальные социальные генераторы и магниты из-за высокой доли личного участия и необходимого минимального мастерства, они стали малодоступны. В том числе из-за пропаганды. Например, если ты поешь, ты артист. Если ты танцуешь, то ты танцор. Сейчас даже такое жесткое определение. Если девочка танцует, хорошо, ее в танце. Если, значит, поет, ее в пение. То как надо определиться, в какой вокал. То есть надо обязательно куда-то отдать и жестко детерминировать. Нет. Раньше человек умел все это вместе. И его способность это уметь и участвовать в этом, это и есть уже способность входить в социальные магниты, создавать их и создавать поле, в котором крутится этот социальный генератор. И вот как работает этот социальный генератор. На входе человек туда приходит, и он так еле шевелится, как ежик удушенный. Вот. И потом есть такая какая-то граница. Играет там балалайка или что-то происходит. Это уже такие хитрости профессии, как это зацепить. Все. Там какая-то есть движуха, очень сильная, закручивается какая-то вещь. Он туда заходит, варево. Он находит, выходит из этого магнита, и у него иголки во все стороны торчат теперь наэлектризованную. Он не какой-то вялый ежик. Он же все такое взбодрячком. Он уже знает, что на работе там сделать, где-то еще. Может быть, не всегда так происходит. Кому-то, наоборот, нужно успокоиться. В общем, в середине процесса происходит определенное преображение, то есть изменение образа. Поэтому я называю наш процесс отцы и дети социальным генератором. Одним из социальных генераторов. И мы создаем его все. Все вместе создаем. Спасибо. 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 Спасибо.